Собирать большие урожаи, видеть здоровые цветущие растения на своем участке – это цель любого садовода. А мы, достигая ее на своих участках, помогаем вам, дорогие друзья, узнать много интересного и нового на канале Процветок. И с вами сегодня опять наука. Сегодня поговорим об одном из самых древних ингредиентов на службе у растений и человека, в том числе. Таинственный, потому что места его получения всегда выглядели зловещими. Первые находки, связанные с ним, относятся к 40 тысячам лет до нашей эры, а позже запах ассоциировался с ведьминым колдовством. Несмотря на то, что эту жидкость человек всегда использовал для своего здоровья, для защиты от болезней и вызывающих их микроорганизмов, еще в принципе тогда, когда о бактериях и грибах не имел никакого понятия. И сейчас дорогие и лечебные крема для кожи, полости рта содержат его. Поговорим о дегте. Ну а если кто-то скривился, припоминая этот запах, вспомните о навозе или вонючем травяном настое. Ведь в конечном итоге не все то, что мы используем на огороде, прям-таки благоухает. Чтобы понять, как работает и для чего нужно использовать деготь, хорошо бы понять, что это такое. Одно из самых любимых деревьев, как у нас, так и в Европе и Америке, береза. Пройдя через все испытания, болезни, непогоду, оно становится огромным деревом. А значит, внутри этого произведения искусства природы находятся мощные жидкости, которые защищают древесину от паразитов, вредителей и любых болезней. И человек научился эту жидкость получать. По сути дела, это самогонка, которую мы получаем из бересты и древесины. И содержит она много всего полезного. Смесь из сотни эфирных масел, содержащих сотни различных молекул на основе фенолов, фитонциды, органические кислоты, антисептики, терпены, гвоекол и подобные им вещества. Это все средства защиты и регуляторы, которые, как я сказал, даже нашему здоровью могут помочь. Квитэссенция защиты и процветание березы. И сегодня это все для начинающегося сезона огорода и сада. И сразу скажу, научные исследования в отношении дегтя только начинаются. Они еще редки. Информация скудна, но кое-что уже известно. И, конечно же, сразу о том, почему именно деготь, а не та химия, которой полны магазины. Препарат, во-первых, безопасен и даже полезен в использовании для человека. Работает против большинства вредителей сада и огорода, от млекопитающих до насекомых. Мы и тлю, и зайцев одинаково хорошо можем отогнать. Не вызывает привыкания у насекомых. Возможно, это не столько плюс, сколько минус, на первый взгляд. Но деготь не уничтожает вредителей, а лишь распугивает их. Что особенно важно в случае лесных животных, не угодных лишь на приусадебном участке. Да и вредители иногда могут быть полезными, поэтому это свойство, скорее, полезно. Также деготь не требует сложного оборудования для применения. Даже можно самостоятельно его еще и изготовить. Деготь обладает длительным защитным действием от 3-4 недель до полного сезона вегетации. Как и против каких вредителей сада и огорода используют деготь? Как вещество, действующее в первую очередь за счет своего резкого запаха, деготь в саду и огороде более действенен против тех вредителей, которые обладают острым обонянием. Ну, а это в том числе и подземные жители. Там запах дольше держится и не выветривается. Медведки, мыши, кроты. Обработку против них вообще достаточно проводить всего лишь раз в сезон. В качестве репеллента деготь в огороде и саду также успешно может применяться против летающих насекомых. Колорадский жук, бабочки, плодожорки, мухи, пилищики и все, что вы вспомните. И наземные грызуны. Правда, на них он действует немножко слабее. Ну, около 20-30 дней. Так что обрабатывать придется чуть-чуть чаще. Слабее всего несколько дней он действует на больших взрослых жуков. Бронзовки, щелкуны, долгоносики. Борьба с ними тогда успешна, скажем так, когда нужно комбинировать с другими препаратами. Как использовать деготь? Он отлично работает против колорадского жука. Картофель, баклажаны, томат, перец. Все это защищается раствором дегтя. Базовый раствор, он же основной, как его вы не назовете, готовится так. В 10 литрах теплой воды растворяется 10 мл или 2 чайных ложки дегтя. Вот здесь 100 мл. На 10 литров и 2 чайные ложки дегтя лучше добавить, и необходимо прям, хозяйственное мыло. Где-то 50 грамм, либо тертого, либо жидкого. Таким раствором можно опрыскивать растения до начала цветения, во время появления бутонов и в период интенсивного цветения, но только тогда, когда не требуются опылители. Вот во время цветения для опыляемых растений использовать деготь нежелательно, потому что будет отпугивать и нужных нам опылителей. От очень вредно медведки деготь можно использовать вообще двумя способами. Первый, это протравливать посевной и посадочный материал. Например, клубни картошки. Когда у вас они готовы, лежат там в лукошке, готовы ли в ведре, немножко побрызгали, потрясли, чтобы это все равномерно смазалось, причем неразбавленным, и приступаем к посадке. Второй способ, опрыскивание уже поднявшихся растений, но все тем же вышеописанным мной дегтярно-мыльным раствором, базовым раствором дегтя. Следующий способ использования дегтя, с помощью него можно прогнать кротов, где-то хомяков, сурков и прочих метростроевцев, как где они обитают. Можно заткнув все обнаруженные входы тряпочкой, смоченной неразбавленным дегтем. Обнаружили норочку, заткнули, присыпали землей и, конечно, желательно это проводить в самом начале сезона. Если у вас уже кроты разошлись на вашем участке, так прогнать их будет сложнее. Еще один способ, вбить по всему участку на расстоянии, там, нескольких метров, друг от друга, небольшие деревянные колышки, там, сантиметров 20. Половину их смачиваем нижнюю дегтем, вбиваем в землю и, таким образом, запах уходит в землю и очень долго держится. Таким способом очень хорошо отгонять кротов. Березовый деготь от зайцев, в том числе и мышей, если они зимой вам очень вредят, если вы используете мульчу и не убираете ее. Для защиты деревьев и кустарников от грызунов, вроде мышей и зайцев, помогает осеннее мульчирование приствольных кругов растений. Можно опилками, соломой. Все это легко пропитать, опрыскать дегтярным раствором, все тем же. И осенью, с осени до весны, эта мульча будет абсолютно хорошо защищать посадки ваших деревьев от грызущих, от зайцев и мышей, в том числе. Для них, вообще, запах дегтя – это запах огня или пожарища, потому что деготь впитывает в себя именно нотки гари. Из-за особенностей изготовления. Именно для этого в средства для отпугивания лесных гостей рекомендуется добавлять иногда просто пару капель жидкого дыма. Ну а теперь насекомые. Чтобы избавиться от, скажем, луковой мухи, посадочный материал лука и чеснока буквально за полчаса до посева рекомендуется замочить в нашем базовом дегтярном растворе. Две чайных ложки на 10 литров воды. И, ну, иногда можно использовать и более концентрированный раствор – 1 чайная ложка на 1 литр воды. После прорастания всходов также стоит пропитать между ряди этих растений раствором, приготовленным из 10 литров воды, 30 граммов мыла и 1 столовой ложки дегтя. Если зараза у вас встречается очень часто, мушки, то повторять лучше в течение двух недель повторить еще раз. Для борьбы с капустной мухой. На крестоцветных – это редис, капуста, репа, хрен и так далее – дегтярным раствором проливают замульчированные опилками грядки. Достаточно сделать весной при мульчировании это все и иногда обновлять мульчу, и все будет защищено аж до августа. Я надеюсь, вы заметили, что чаще всего при обработке, я говорю именно о мульче, из-за большого количества активных веществ не для всех растений известен эффект обработки по листу. И такие концентрации могут быть для некоторых вредны, вызывая просто немножко затормаживание роста растений. А мульча исключает контакт непосредственно с листовой пластинкой, однако свою роль в отпугивании вредителей играет. Помогает дегать также и моркови, спастись от морковной мухи, листобложки, которые также не нравятся запах дегтя. Рецепт нам уже знаком. 10 литров теплой воды, одну столовую ложку березового дегтя. Этим раствором поливают по предварительно увлажненной почве морковные грядки. Можно дважды за сезон в июле и в августе. Если нашествие насекомых велико, можно пролить грядки еще пару раз, а также провести опрыскивание, добавив немножко мыльные стружки в качестве прилипателя. От любых мушек, натыквенных, это огурцы, кабачки, тыквы, патиссоны, помогает обработка таким раствором. Проливать можно сразу всходы. Они, в принципе, нечувствительны к концентрациям дегтя. Различные пилищики, их много, но действуют они очень сходными методами, повреждая самые разнообразные растения. И все смородины, и крыжовник, и вишню, грушу, сливу, яблоню. И все эти вредители не переносят запах от дегтя. С ними можно очень успешно бороться нашим базовым раствором мыла, деготь и вода. Для кустов крыжовника и смородины особая смесь. Они 3-4 раза за сезон опрыскиваются смесью с золой. В 1 литре кипятка нужно развести 100 грамм тертого хозяйственного мыла или жидкого и полстакана золы. Добавить 2 столовых ложки дегтя. Ждем до нормальной температуры. Фильтруем через марлю или если у вас в аппарате для опрыскивания есть фильтр. Заливаем, разводим 5 литрами теплой водой, добавляем туда и опрыскиваем. Деревья также опрыскиваем несколько раз за сезон. В начале распускания листьев, конечно же, а далее по необходимости с интервалом в неделю. Уже знакомым нам раствором 10 литров воды, 1 столовая ложка березового дегтя и жидкое мыло или тертое хозяйственное. Ну и конечно же наши любимые картофель, морковь, свекла, редиска и остальные корнеплоды. Их нужно защищать от проволочника. В том числе сделать это можно и с помощью дегтя. Заранее мы можем на 40-50 минут протравливать посевной материал. Об этом я уже сказал. И этим же раствором можно смачивать даже лунки, куда мы будем потом бросать картошку. Просто пролить этим раствором несколько раз за сезон, потом в междурядях это тоже поможет. Конечно же каждый из нас сталкивался с моментом, когда на растениях обнаруживается тля. От нее обильно опрыскиваем растения дегтярным раствором. Пару-тройку раз за сезон с интервалом около месяца и отличный результат. Раствор с малой концентрацией нужно использовать, поэтому подойдет для всех, особенно привлекательных для тли растений. Как их отличить? Как правило, это самые быстро растущие и сочные листья. Раствор стандартный. 50 грамм мыла измельчают, растворяют в воде, размешивают. Потом в конце добавляют либо одну столовую ложку, либо три чайных ложки дегтя. Много раз говорил и повторю. Тлю на участок приносят не муравьи. Они лишь могут перенести с одного листа на другой или на соседний побег. А вот если у вас не было тли и она появилась, то это точно не муравьи. Это летающая самка тли принесла войско, которое может размножаться бесполым способом. Тля рождается и уже внутри имеет яйца с новыми тлями. И это очень быстро. А как летающая самка узнает, где основать колонию? По запаху, вернее по отсутствию опасных запахов, которыми обычно окружают себя здоровые защищенные растения. А вот когда вы перекормили их удобрениями или тем более растения стали жировать, то им не до защиты. Они думают, что для них наступил вечный рай, нужно только, что называется, кайфовать. И не думают о защите. И уж точно запах дегтя это не то, что тля хочет чувствовать у себя на кухне. На такое растение она не сядет. Напомню, если тля уже есть, то ее нужно убирать уже более активными методами. Если уж упомянули тлю и вспомнили ее практически постоянных спутников муравьев, то стоит сказать, что против них деготь тоже помогает бороться. Деревья, на которых муравьи пасут тлю, обильно смазывают либо неразведенным дегтем по стволу, или обматывают там ветощью пропитанной им же, сооружают такой своеобразный ловчий пояс вокруг растений, вокруг ствола. Если же муравьи обосновались где-то прямо у вас в огороде, вы можете несколько капель дегтя прямо на верхушку муравейника капнуть. Муравьям это точно не понравится. Для создания поясов защиты можно использовать бинт, марлю. Для этого также очень хорошо, если приготовить смесь любого масла, смешав его с дегтем и борной кислотой. Соотношение следующее. 5 столовых ложек любого масла, можно растительного, 1 ложку дегтя и пол чайной ложки борной кислоты. Такой состав подойдет для любых мест, откуда вы хотите прогнать муравьев. Работает он в два этапа. Вначале отпугивает, а если муравьи рискуют и пренебрегают таким указателем опасности, то просто погибают. Ну и конечно, бич многих садоводов паутинный клещ. Если вы заметили на своих растениях признаки паутинного клеща, обрабатываем эти места стандартным дегтярным раствором с мылом. Идеально подходит для комнатных растений, кстати, за исключением, конечно, запаха. Тут индивидуальное отношение. Однако запах в данном случае точно не опасность для человека. Воздух в комнате очищается, а летучие вещества благотворно влияют на кожу, на слизистую, в том числе уничтожая в воздухе вирусные частицы. Теперь о здоровой капусте, когда нет белянки. Знакомую всем огородникам бабочку-капустницу, капустную белянку, легко отпугнуть от посадок дегтярным запахом. Для этого можно расставить на огороде колышки, обработанные на концах, пару капельками дегтя. Можно кусочки ветоши на них повесить, тоже с капелькой дегтя. Можно разложить пропитанные дегтярным раствором опилки. Это поможет и от других насекомых-вредителей. Крыжовниковая огневка вредит зарослям крыжовника, естественно, и смородины. Активно повреждает завязи этих растений. Для борьбы с ней до начала цветения ягодные кусты следует опрыскать дегтярным раствором. А позже просто развесить на веточках кусочки ветоши, буквально одна тряпочка на кустик, и раз в неделю капать капельку дегтя. Это если вы боитесь химии или ее нет у вас под рукой. Не знаю, как у кого, но предыдущий год плодожорка давала себе знать у меня в огороде. Учитывая, что я не особо люблю химию, но деготь использую уже давно. И яблоневая, вишневая, сливовая, все ее виды одинаково опасны, могут уничтожить до половины урожая. В зимний период гусеницы обычно пережидают под корой дерева, а в период цветения, уже превратившись в бабочек, начинают кладку яиц в нижней части листьев. А уже вылупившиеся из них плодожорки питаются плодами. Поэтому, пока бабочки еще не вылетели в начале цветения и сразу после цветения, деревья и почву под ними можно опрыскать дегтярным раствором с водой и мылом. Напомню, в сам момент цветения лучше не использовать. Теперь о ягодах. Если заметили засохшие завязи на кустах малины, ежевики, клубники и шиповника, то часто это свидетельство работы малинно-земляничного долгоносика. Поэтому до появления бутонов ягодные кусты также следует обильно опрыскивать водно-дегтярным раствором с добавлением мыла. То есть, уже скоро, как только появятся признаки озеленения кустиков, сразу начинаем первую обработку. Можно повторить через неделю. И, конечно, проливаем мульчу, если таковая есть. Тканевые укровные материалы очень хорошо удерживают на себе запах дегтя. Здесь можно просто по капельке рядом с кустиком, скажем, клубники наносить без разведения. В момент появления первых зеленых листьев, а потом, если появились признаки слизней, тоже наносим деготь прямо на укровной материал. А слизнях я скажу далее. От вишневого долгоносика, который питается не только листьями, но и повреждает молодые побеги косточковых деревьев, бутоны, завязи, соцветия. Для борьбы с ним очень хорошо подходит раствор. Процедуру ранней весной проводим до распускания почек, а затем повторяем при распускании почек и незадолго до цветения. А что же с бактериями и грибами? Порша, мучнистая роса. Деготь может помочь и здесь. От многих бактериальных и вирусных инфекций, которые ежегодно губят до половины урожая, а где-то еще и больше. В дегте присутствуют, помимо всех тех компонентов, которые я назвал, такие компоненты, как солициловая кислота и метил, солицилат. Он известен своим противобактериальным и противогрибковым свойством. Против грибковых и бактериальных инфекций плодовых деревьев и кустарников обильная обработка дегтярно-водным раствором с добавлением мыла. Только дегтя следует взять уже побольше. Где-то 2 столовых ложки. А вот борьбу с мучнистой росой вместо мыла в деготь добавляем молоко. Берем стакан молока. Жирность не важна. Даже подходит сыворотка после изготовления творога. В деревнях ее часто просто выливают. Хотя, конечно, кто сейчас держит корову, но к теме. Недавние исследования доказали мощный антифунгальный эффект молока. И в сочетании с дегтем получается мощнейшее средство, которое по своей эффективности, по ней для некоторых грибных заболеваний превышает эффект химических фунгицидов. Это уже и домашним средством не назовешь. А эффективность доказана, и это не сказки. Кроме того, молоко действует как суперклассный эмульгатор. Так же, как капли молочного жира, масло растворяются в сыворотке, так и деготь эмульгируется, растворяется в молоке и равномерно наносится на листья. И никакого вреда, только защита и непосредственное противогрибковое действие. Ну и, конечно же, для комнатных цветов. Если вас не пугает легкий запах дегтя, вместо цельного дегтя можно использовать дегтярное мыло, немножко натерли и разбросали по грунту вокруг любого комнатного растения. Это образует защиту практически от всех летающих вредителей. Вообще, конечно, деготь всю историю человек использовал в качестве репеллента. То есть, для того, чтобы отгонять неугодных насекомых, в том числе клещей, блох и другую заразу. И понятно, что я бы мог сказать, отгоняете таким образом комаров, но кому сейчас интересен этот способ? Если можно пшикалку купить от всего и от здоровья тоже. Лучше мы будем ходить и лечить детей от аллергии и кожных сыпей, чем нюхать этот запах вечером на природе, правда же? Вишенкой на торте сегодня будет информация из недавних исследований на моллюсках. А именно к ним принадлежат все слизни и улитки, которых вывести практически невозможно. Наш стандартный раствор, столовая ложка дегтя, мыло и вода 10 литров, при обработке мульчина 2 недели отпугнет слизни и улиток в том числе. Деготь не убивает моллюсков, но делает их неактивными. Для них это как сигнал опасности и погружение в некую вожидательную позицию. И это тоже доказано. Для особенно ценных культур можно делать бортики, пропитанные раствором дегтя. А идеальное средство, описанное, кстати, в научных статьях, можно создать, немного заморочившись. Купить вазелиновое масло, смешать в равных пропорциях с дегтем. И такое средство идеально для промазывания всего там, где не нужны насекомые, где не нужны моллюски, не грибы. Действие сохраняется несколько месяцев. Тесты проводили на бетонных преградах. В течение сезона моллюски не могли переползти те места, где наносился такой состав. А что касается совместимости с другими средствами. Любые составы готовить нужно без участия магазинных средств. Ни инсектициды, ни фунгициды, ни синтетические биопрепараты смешивать нельзя. Очень непредсказуемый состав дегтя и его эффект. Смешивать можно только с минеральными удобрениями. Ну и с любыми органическими или домашними добавками. Пролив в междуряде можно вполне совместить с минеральными удобрениями. Из бактерицидного и фунгицидного действия не смешивать с бактериальными и грибными биопрепаратами, которые так нужны растениям. Обработку и триходермой, и сеной палочкой, по листьям и грунту разнести как минимум в неделю. Бактериальные инсектициды на основе, скажем, бациллус тюрингиенсис, которые содержат бактериальные токсины, можно использовать одновременно с дегтярно-мыльным раствором, но только готовить и обрабатывать по отдельности. Еще одна особенность. Это нежелательно для опрыскивания молодых ростков и рассады. Некоторые культуры могут неадекватно реагировать на такое количество активных веществ. Гибели никогда не отмечалось, но иногда растения в статьях описаны, могут притормаживаться в росте на пару дней. Но нам такой результат ведь тоже не нужен. Поэтому на рассаде использовать только для обработки либо грунта, либо пластика для отпугивания вредителей, там мушек допустим. Вот такое чудесное средство, взятое от самой природы. Остается только сказать спасибо березкам. Кстати, что интересно, деготь они отдают нам после своей смерти. Но и при жизни они дают нам чудесный нектар в виде березового сока. Всем хорошего начала сезона и умейте радоваться и любить своих близких, пока они живы и с нами.